Закон о местных выборах Потому что он давал преференции определенным партиям, которые имеют доступ к административному ресурсу Поскольку, напомню, у нас раньше половина местных советов избиралась в одномандатных мажоритарных округах А вторая половина совета избиралась по партийным спискам Нынешний же закон, который принят, он говорит о том, что это будут партийные списки Но каждая партия может выдвигать кандидата только в одном округе Получается, у нас каждая партия сможет в 90 округах выдвинуть своего представителя в городской совет В чем проблема этого закона? В том, что это не открытые списки, как нам обещали законодатели А почему так? Почему же так обещали и не выполнили? Хороший вопрос, я думаю, лучше всего, конечно, было бы законодатель ответить на этот вопрос Поскольку было подписано коалиционное соглашение Были определенные, даны ряд обещаний серьезных избирателям И, конечно же, они должны были бы сказать У нас не получилась открытая система Потому что, ну, поскольку мы живем в Украине, мы знаем, что у нас политика это нечестное дело У нас политики всегда манипулируют нашим сознанием Вот и сейчас они пытаются сказать, что это открытые списки, которые мы вам обещали А на самом деле предлагают нечто совершенно иное, некого Франкенштейна, монстра Ну, как вы думаете, как будет в дальнейшем развиваться ситуация уже при выборах? Как будет исполняться закон вообще на местах? Ну, закон, я думаю, что, скорее всего, будет выполняться Я не думаю, что он будет изменяться еще как-то больше Вы думаете, поправки не будут уносить? Я думаю, больше не будут Учитывая, что над этим законопроектом еще в первом чтении И до первого чтения очень была серьезная дискуссия Компромиссы, соглашения То есть потом уже были ряд, несколько правок они внесли Косметические, я бы сказал Вот, то я не думаю, что больше будет политическая воля еще что-либо менять Просто сама система такова, что ее больше менять существенно смысла нет Как бы вы его не меняли, вы его лучше уже не сделаете То есть вы намекаете на то, что, в принципе, никаких подводных камней в этом законе нет? Нет, на самом деле подводных камней очень много Например? Ну, давайте скажем так, что эта система будет непонятна людям Потому что у нас есть округа, все к этому привыкли Но у нас получается, что кандидаты будут избираться не от округов, по большому счету Это не будет вашим представителем, к которому вы можете прийти и обратиться по поводу ремонта жилищно-коммунального фонда Это ни к чему не обязывает кандидата Это раз С другой стороны, избиратели должны будут каким-то образом понять и привыкнуть к тому, что Даже если кандидат получил на округе 80% голосов от всех, кто пришел на избирательный участок Это далеко не факт, что он будет в городском совете И в-третьих, эта проблема будет заключаться в том, что у нас люди должны будут понять как-то для себя Почему от одного округа не избрано ни одного депутата А от другого округа избрано, например, два или три кандидата Депутатами станут Вот эта система, она продуцирует вот такие вот искривления И мне интересно, как законодатель возьмет на себя политическую волю и ответственность И скажет людям, вот извините, мы обещали вам открытые партийные списки А на самом деле, вот возьмите вот это вот и скажите спасибо, что оно у вас такое есть Вот бытует такое мнение, что данный закон, принятый, послужит хорошим инструментом для политической коррупции Это абсолютно правда Это абсолютно правда И он построен таким образом, что он все для этого делает Например, для того, чтобы вы стали депутатом, как человек, вам нужно найти какую-то партию Потому что самое выдвижение нам уже нынче запретили Соответственно, вам нужно прийти в какую-то партию и сказать, я такой хороший, возьмите меня Примкнуть к какой-то партии Примкнуть к какой-то партии, да Но вопрос в том, что в сути вам нужно искать раскрученную партию Потому что партия должна преодолеть 5% барьер Если вы выиграете в округе, а ваша партия не преодолеет 5% барьер по всему городу Вы не получаете мандата Соответственно, вам нет смысла тратиться и влаживать свои силы, средства, время В том, чтобы победить от какой-то неизвестной партии Вам нужно найти какую-то известную раскрученную партию Вы туда приходите, у этой партии по-любому есть много других желающих, потому что у нас раскрученных партий не так много. Каждая из них тратилась, чтобы по телевизору их показывали, на бигбордах висеть, в интернете свои сайты создавать. Соответственно, возникает вопрос, а чем вы можете быть полезны для партии? Почему она должна выдвинуть? При таких условиях, насколько я понимаю, новых лиц мы можем практически не увидеть. К сожалению, абсолютно верно. Вот это вот, во-первых, потому что у нас запрещено самовыдвижение кандидатов, а во-вторых, потому что партия для того, чтобы ее люди прошли, должна преодолеть 5-процентный барьер по городу. Тогда у меня вопрос, чем же не устраивал старый закон? Если мы получаем в итоге то же самое, в принципе, только в профиль. К сожалению, я не знаю однозначного ответа на этот вопрос, но предполагаю, что, судя по всему, этот старый закон, он давал преимущество одной партии, которая имеет административный ресурс. Вот для нее лучше всего, потому что по округам можно надавить каким-то образом, ну и, грубо говоря, половина местных советов провести только по мажоритарным округам, с помощью административного ресурса, а половину партийным брендам еще как-то сделать. Но это дает преимущество только одной партии, а у нас же коалиция, у нас их несколько партий. Мне кажется, что, возможно, именно потому что они понимали, партнеры, что они не пройдут, не получат преимущество, а получат только одна самая раскрученная партия, то они сказали, что нам эта система не подходит, давайте делать какую-то другую. И в итоге родилось то, что у нас родилось. Хорошо, какой положительный эффект мы ждем от выборов? Я бы сказал, что все-таки это шанс, как бы мы ни говорили, это шанс. Хуже, чем был, но если общественность, прогрессивные люди объединятся, то они могут пройти в городской совет. Это раз. Другой положительный момент заключается в том, что у нас была норма в законе о политических партиях, и сейчас она перекочевала также в закон о парламентских выборах и в закон о местных выборах, согласно которому 30% всех кандидатов, которые выдвигают партии, должны быть представителями одного пола. Ну, как правило, это женщины. То есть их должно быть не меньше 30%. Это новшество, это позитив, это передовая европейская практика. Вопрос лишь в том, что нет наказания за то, что если партия это не сделает, то есть это не означает, что им не предоставят статус участника выборов. Второе, что партия, даже если она выполнит эту норму, может поставить женщин в тех округах, в которых они не ожидают, что они победят. То есть такое тоже может быть, и законодатель это не регламентировал. Но, тем не менее, мы можем получить больше количества женщин в городском совете. И третий позитив, это то, что выборы мэра, Одесса это у нас миллионный город, свыше 90 тысяч избирателей, поэтому у нас будут выборы в два тура. И это вносит тоже определенную интригу. Потому что если в первом туре действующие городоначальники имеют больше шансов победить, то во втором туре уже не все так однозначно, и могут быть свои нюансы. Потому что будет играть еще большую роль антирейтинг. За кого решат проголосовать, уже становится более проблематично определить. Ну и напоследок, ваше пожелание избирателям. Что нужно вообще понимать и знать избирателю? То есть закон претерпел изменения, да, значительные, можно сказать, кардинальные. Что нужно сейчас в такой непростой ситуации знать избирателям, чтобы не попасться на тот крючок, на который они обычно попадают у нас неоднократно? Ну, прежде всего, я бы призывал не доверять никому из политиков. То есть просто вот на слово. Возьмите, почитайте программу, ознакомьтесь с деятельностью этих людей, которые претендуют на то, чтобы представлять ваши интересы в городском совете. И требуйте программу. Каждая уважающаяся политическая сила, по моему мнению, должна предоставить программу, в которой показать, что мы хотим сделать то-то, то-то, то-то. То есть программа – это некий договор между... Ну, сказать это не значит сделать, Ярослав, да. Естественно, но тем не менее, если партия уже потрудилась хотя бы к тому, чтобы изучить, что же происходит в городе, какие основные проблемы она видит, как она предлагает решать те или иные вопросы, это тоже очень много значит. Если у партии написано, что мы за все хорошее, мы против всего плохого, ну, как бы возникает вопрос, насколько партия серьезно нацелена работать в городском совете. Это первое. Второе, к чему бы я призывал, это не вестись на те предложения подкупа, которые будут по-любому выдвигаться. Вы имеете пакеты с гречкой? Пакеты с гречкой, деньги и так далее. Да, все понимают, что ситуация сложная, но вы для себя должны четко понять, что если вы сейчас продаете свой голос за пакет гречки, бутылку водки и подсолнечное масло, то вы за вот этот вот небольшой набор продаете свое будущее и будущее своих детей. Потому что если человек уже сейчас готов потратиться, чтобы откупиться от вас, то очень наивно полагать, что он потом будет бегать за вами и пытаться представлять ваши интересы, или сделать так, чтобы городской бюджет работал на каждого жителя, а не на его отдельный карман, который он уже потратился. Поэтому вот такие основные. Ну и третье, наверное, заключительное, это больше внимания уделять новостным сообщениям, больше внимания уделить закону, чтобы не было для избирателей непонятно, каким же образом, почему именно этот человек представляет мои интересы. В связи с определенной заангажированностью трудно всегда доверять СМИ? Ну, с одной стороны, да. Насколько возможно вообще сепарировать информацию? Можно. Это сложно, не каждый это может делать, но тут есть золотое правило. Чем больше СМИ вы смотрите разных, тем больше шанс того, что вы сможете отсеять истину от некоторых умалчиваний или приукрашиваний. То есть нужно думать, нужно анализировать, и у нас люди не глупые, они разберутся. Гораздо сложнее, конечно, с законом, потому что он предусматривает ряд норм, которых у нас раньше не было. И поэтому тут в чем проблема? В том, чтобы люди поняли, почему именно этот человек избран, или, например, почему от этого округа никто не избран. В этом, конечно, самая большая суть и самая большая проблема. Просто законодатель так сделал. Ну, законопроект же есть у нас в официальном доступе, его можно прочитать. Его можно прочитать, но, к сожалению, туда еще не внесены правки. Как только президент подпишет закон, а я на 99% уверен, что он его подпишет, тогда он появится на сайте Верховной Рады, и уже можно было читать именно закон как закон. Потому что там еще в законопроекте некоторые правки не отображены. Ярослав, спасибо за беседу. Мы все-таки будем надеяться на то, что наши избиратели будут отделять зерна от плевел, будут думать и полагаться все-таки не на сердце, выбирать не сердцем, а умом, не мнением соседей и знакомых, а все-таки будут читать законы и понимать, что к чему. И будем надеяться, что все-таки это принесет свои положительные плоды, и мы будем расти и развиваться. Спасибо, будем надеяться. В демократическом русле. Субтитры создавал DimaTorzok